Утро на Болткоме Ну, обычно говорят, среда, маленькая пятница, у нас четверг, маленькая пятница, ну, даже, можно сказать, самая настоящая пятница, потому что последний рабочий день на неделе, обычно мы всегда стараемся в конце недели, ну, завершать завершающим аккордом, всё-таки говорить не о политике, а говорить о чём-то хорошем, лёгком, весёлом, приятном, и, конечно... Поэтому у нас сегодня происходит произведение «Душа в миноре», да? Ну, потому что вот такая песня так слышит, так видит, так чувствует любовь певица Валерия Кучма. Здравствуйте, Валерия, доброе утро. Здравствуйте, большое спасибо за приглашение, очень рада сегодня с вами поговорить. Доброе утро. Вот как, ну, может быть, несколько слов начнём с того, что действительно все артисты жалуются на то, что, ну, во-первых, скучают по зрителям, сейчас, когда невозможно организовывать концерты, для них, ну, вот это общение очень многое значит, какая-то отдача со сцены. Во-вторых, понятно, что всё-таки вот отсутствие и возможности давать концерты, гастроли, и это всё как-то накладывает такую финансовую тоже брешь в жизни артистов. Вот как вы себя чувствуете, как вы живёте, как вы боретесь со всеми этими вейнями? Плохо, на самом деле плохо, потому что я с самого детства выступаю именно на сцене, это моё самое любимое занятие в музыке, и последнее моё выступление при зрителях в живой аудитории было в сентябре 2020 года, и до этого тоже был большой перерыв. Это для меня очень сложно, потому что можно, конечно, делать песни, делать релизы, быть в социальных сетях активной, но хотелось бы делиться своими эмоциями с живыми людьми, с живой аудиторией, поэтому на самом деле мне тяжело, и я очень жду моменты, когда всё встанет на свои места, и когда можно будет выйти на сцену, пообщаться с слушателями, со зрителями, и всё будет хорошо. Но вы не только исполнитель, вы также и автор песен, вы сами пишете музыку, слова. Нет ли всё-таки искушений, например, Маркус Ривас, кстати, ваш наставник в программе «Весь голос», он как-то сказал, что он пытается использовать это время, образовавшееся время, чтобы самому писать больше песен, то есть он полностью старается сконцентрироваться на творчестве. Как у вас? Год назад, когда в нашей стране произошёл этот вирус, ковид, когда сказали, что всё-всё будет закрыто, у меня появилось какое-то просто нереальное вдохновение. Я почти, наверное, месяц-полтора каждый день сидела у себя дома на студии своей и писала песни, текста, музыку, у меня было куча идей. Потом как-то резко это всё пропало, было очень тяжело, почему-то ничего вообще не приходило в голову, и сейчас снова это появилось. И за это время, я не знаю, я написала очень много всего нового, и сейчас у меня очень много планов, которые я хочу также выставлять, делиться со слушателями. И поэтому, да, это время, наверное, такого саморазвития, можно успеть покопаться в себе, разобраться вообще, чего ты хочешь и какую музыку ты хочешь делать. Ну, вот, насколько я понимаю, одна из последних новинок, релиз, композиция в Миноре появилась в начале марта, вышла, да, и попала в Яндекс.Музыка тоже в новинки. Да. И ожидается ещё, да? Это, на самом деле, большая радость, потому что это один из первых релизов, который, можно сказать, попал в какие-то новинки где-то, то есть его отметили также на радио. Поэтому эту песню я написала совсем недавно, вот в этом году, и песня, на самом деле, о таких простых вещах, она о том, что во всех парах случаются ссоры, недопонимания, и главный посыл песни в том, что, если что-то случается, можно просто включить какую-то свою любимую песню, настроить себя на правильный лад, и об этом я и пою, о том, что понятно всем. Хочу отметить, что приятно видеть, когда вот в выдаче Яндекс.Музыка на первом месте наша Валерия, а на второй какая-то лобода. Рига Симфони, вот, может быть, вы расскажете о том, вы уже несколько раз принимали участие в этом фестивале, насколько этот год был достаточно таким необычным, то, что было виртуальное соревнование, виртуальное выступление, вот насколько было сложнее, проще? В фестивале Рига Симфони я 7 лет, то есть, конечно, не с самого начала фестиваля, но очень давно, и для меня это очень родной конкурс, фестиваль, и всегда я выступала вживую на концертах в нашем веб-концертном зале, всегда была куча зрителей. В этом году был виртуальный конкурс, и я получила гранд-при фестиваля, это меня очень порадовало, я вообще не ожидала, если честно. Было тяжело, потому что я просто сняла видео, я, конечно, очень старалась, но сняла видео, отправила, и потом было оглашение результатов по YouTube-каналу, и для меня это было приятно, то, что даже вот в виртуальном таком формате у меня получилось все-таки завоевать победу, и, наконец-то, принести гранд-при нашей Розине, нашей Латвии. Поздравляем, поздравляем, огромное спасибо за достижение, от всей Латвии буквально. Потому что этот конкурс, да, международный, хочется подчеркнуть. А вот насколько вообще, вот вы считаете, виртуальные выступления артистов, которыми стали вот в начале пандемии очень многие увлекаться, буквально каждый артист там что-то делал свое, из дома выступал, вот насколько это может все-таки заменить, ну, хотя бы хоть как-то на время пандемии живые выступления? Я думаю, что заменить, конечно, может, но до начала пандемии я смотрела эти концерты. Сейчас, когда какие-то большие артисты выставляют свои концерты из дома, я уже как-то не интересуюсь, не смотрю. Потому что я настолько давно не слышала этого живого голоса и живого звука, что я не хочу слушать это виртуально. Мне хочется просто прийти, постоять в этом большом зале и послушать живой голос, живые инструменты. Все-таки это не та энергетика. Конечно, артисты из дома тоже делятся своими какими-то эмоциями и энергетикой, но я думаю, что это очень тяжело передать через компьютеры и через какие-то гаджеты. Если вот вспомнить ваше участие в конкурсе «Во весь голос», вот как складывались отношения с наставником Маркусом Ривой, насколько вот удалось ли общаться с Валерием Дробышем, песню которого, кстати, вот вы тоже исполняли в этом конкурсе? Маркус Ривой, вот мы с ним познакомились как раз-таки, когда он был моим наставником в этом шоу «Во весь голос». Для меня это достаточно уже близкий человек, мы стали, можно сказать, друзьями. Раньше я в целом о нем ничего не знала, только знала, что вот он был на шоу «Хочу к меладзе». И когда мы с ним познакомились, он, во-первых, очень искренний, добрый, понимающий, он очень поддерживал всех нас, всех участников, и не только как нас, как наставник, но также и другие страны. Это было очень приятно. Он даже сейчас поддерживает мои авторские работы в своих социальных сетях, мы постоянно списываемся, и в целом я его работу оцениваю просто на 100 баллов. А насчет Виктора Дробыша у нас было какое-то маленькое общение, потому что я исполняла его песню. В целом могу сказать, что он остался доволен моей работой, и его комментарии были положительные в мой адрес, и это большая, конечно, честь и гордость в том, что он отметил меня. Ну вот я хочу сказать, что ведь он отметил такой момент, что вы выбрали песню, которую исполняли два исполнителя, простите за тавтологию, Лепс и Аллегрова, и он говорил о том, что исполнять это одному человеку достаточно сложно, потому что там идет такая плотность текста, что невозможно даже, ну, когда два исполнителя, они могут вдохнуть, пока второй пропевает фразу в дуэте. А вот он именно вот отметил, что я поразился, говорит, что как она успевала вдохнуть вот между этими строчками воздух, чтобы продолжить петь. На самом деле это да, это очень сложная песня была, потому что и мы ее взяли не так давно, ну, не так рано после этого конкурса, но было тяжело, но она настолько почему-то как-то мне понравилась в каком-то эмоциональном плане. Я прочувствовала каждое слово, которое было написано, и я переделала ее, можно сказать, под себя, то есть под свои какие-то жизненные ситуации. Мне очень помогло то, что я ее прочувствовала изнутри, и, честно говоря, про разные дыхательные проблемы я даже не задумывалась, просто пела-пела и думала про то, как бы лучше спеть. Если получилось, это хорошо. Я прошу прощения, от меня немного стал усказать смысл происходящего. Да, я тебе не верю, спасибо. Теперь я подгрузил теперь, что это за песня, и могу оценить. Да, действительно сложная песня. И она с довольно высокими и низкими нотами, и там достаточно такие, ну, перепады. А вот когда мы говорим про песни, о действительно драме, пережитой драме, о каких-то разбитых чувствах, обычно, ну, возникает именно вопрос, насколько человек, ну, вот молодая девушка, исполнительница, может передать вот какой-то жизненный опыт, то есть, ну, вот как всегда говорят, что вот надо пережить что-то, чтобы об этом петь, вот насколько... Чтобы поверили человеку, исполняющему песню, я тебе не верю. Я занимаюсь также кавер-песнями, и когда вот мне дают какую-то перепеть песню русскую, где какой-то вложен большой смысл, у меня автором, мы обычно садимся и просто разбираем каждое слово. И есть песни, которые мы даже, мы за них не беремся, потому что это очень сложная, сложная, со смысловым каким-то планом песни, и, ну, для своего возраста, конечно, я еще не могу пережить всех тех эмоций, которые поют там какие-то великие артисты. Но есть песни, которые я понимаю, и, например, в своих песнях я всегда пишу только о том, что я сейчас могу рассказать, чем могу поделиться, все-таки опыт какой-то уже есть. Но для каких-то больших там серьезных еще песен, конечно же, еще надо расти, понимать на опыте, и тогда уже можно честно выходить и показывать людям. Латвийские исполнители, насколько они, ну, Латвия очень маленькая страна, мы понимаем, что вот в больших странах, которые очень легко стать, ну, может быть, не легко стать знаменитым, но если ты становишься там номером один, тебя узнают сразу во всем мире. Вот насколько артисты в Латвии чувствуют себя, скажем, в каком-то пузыре, ну, то есть вот известность местная, локальная, насколько вот это, есть необходимость куда-то выходить, разбивать эти рамки, насколько могут социальные сети, там тот же самый YouTube и так далее, вот помочь артисту выйти на международный уровень? Ну, я скажу, к примеру, вот мой менеджер делает аналитику прослушивания моих, работ моих песен, и мою музыку слушают в большинстве, в Германии, в России и в Америке. В Латвии там есть, но она находится на пятом месте всех, да. Но это касается моей музыки. Но в Латвии, наверное, трудно быть услышанным, потому что все заняты чем-то своим. Ну, по крайней мере, мне так кажется. У каждого есть какие-то свои дела, работа, и, наверное, на музыку остается мало времени. Например, другие страны, у них как-то, наверное, не знаю, больше развиты, они больше любят слушать новую музыку, они искренне радуются новым исполнителям, таланту, тембру, они восторгаются тобой. И они дают очень большой суппорт, поддержку талантливым юным артистам. Это можно видеть сейчас. Очень много новых артистов, и в России их очень хорошо поддерживают. Ну, и не только в России. Так, на самом деле, интересно звучит. Казалось бы, масса танцевальных и певческих коллективов у нас. Одно время даже официальный слоган был у Латвии «Страна, которая поёт», и вот здесь такие признания звучат. Любопытно. Парадокс. Может быть, вот перед тем, как мы послушаем эту песню «Душа в миноре», вот пару слов о том, действительно, как она появилась, что послужило вдохновением для этой песни? Как я уже говорила, это песня про какие-то проблемы в отношениях. Именно про то, о чём я могу поделиться. И да, главный посыл, чтобы люди, если что-то случается, знали, что всегда есть какая-то всё-таки у каждого человека песня, которая может либо порадовать, либо напомнить какие-то хорошие воспоминания, которые у вас были в отношениях, и действительно может помочь. Об этом песня, о том, чтобы люди всегда слушали музыку, потому что лично мне из-за каких-то сложных ситуаций всегда помогает выбраться музыка. И бывают ситуации, когда ты уже не видишь выхода, как выйти из ситуации, но включаешь правильную песню, и становится намного легче. Вот так появилась эта песня. Валерия, огромное спасибо. Валерия Кучма, наша латвийская певица и автор песен. И автор песен. И сейчас мы, я так понимаю, послушаем эту композицию. Валерия, вы большая умничка. Поздравляем ещё раз с достижениями. И желаем и больших, и больших, и больших, и больших развития. И ещё я хочу что-то добавить. У меня 9 апреля выходит новый трек, новый релиз. Это тоже будет большое, грандиозное для меня событие. Поэтому будет приятно, если вы все послушаете. И спасибо. Спасибо. Это ещё будет один повод нам пообщаться. Услышаться, встретиться. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.